Основной темой заседания стало обсуждение послания президента России Владимира Путина федеральному собранию. Президент еще раз обратил внимание на безусловное выполнение майских указов. Потому что у нас с вами где-то другой раз бывает под видом того, что тяжелая ситуация бюджетная и что-то можно куда-то перенести. Я хотел бы вот эту озабоченность передать и вам. Вообще оно для исполнения то требование, которое было высказано. Особенно в вопросах повышения заработной платы нашим бюджетникам определена дорожная карта, где все абсолютно расписано. В каком году, на какой уровень мы должны с вами выйти, чтобы средняя заработная плата наших бюджетников была не нижней, а средней в экономике. Далее на заседании подвели итоги деятельности регионального отделения «Единой России». Отмечено, что уровень доверия партии очень высок. «Единая Россия» по праву носит звание «Народной партии». Этот вывод сделан по итогам прошедших выборов. Также на заседании шла речь и о партийных проектах. Мы уделяли внимание и партийным проектам, я хочу сказать. Вот мы принимали с вами решение по партийным проектам местных отделениях. И есть большой результат в этой работе. Отрадно отметить, вот по Красной горе сделана и детская площадка, и сделана сквер имени героя Советского Союза Ивана Никифоровича Лысенко. Это и средства там, да, Александр Ильич? Было все за счет средств именно партийцев. Там ни копейки не было вложено в это, как говорится, из бюджета там местного муниципального образования. Помимо этого закладываются скверы памяти и в других районах города и области. Еще один важный партийный проект – строительство и ремонты детских садов. На тысячу человек в этом году в «Единой России» стало больше. Лидер нашей партии Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что то, что делается и правительством, потому что она партийная, и то, что делается сегодня, принимается на уровне федеральной власти – это действительно выполнение всех наказов, которые получает «Единая Россия». Татьяна Глазова, Ярослав Кулаков. События. Брянск.